Игра Цяньши Цзы устроена следующим образом. Есть две кучи камней. На один ход можно взять сколько хочешь, в том числе всю, из одной кучи. Или сколько хочешь из второй кучи, тоже можно всю взять. Или поровну из обеих куч. Тот, кто взял последний камень, победитель. То есть, кто не может сделать ход, тот прыгнул. Давайте посмотрим, как выглядят все ситуации в этой игре. И пытаемся ее исследовать. Оказывается, в этой игре можно в точности узнать все выигрышные и проигрышные позиции. И научиться идеальным образом играть. Так, каким образом составить добычу? Давайте сделаем очень просто. Количество камней в одной кучке будем откладывать по оси Ординат. Вот я здесь до 14 дошел. Дальше уже у меня доска не пускает. И здесь, наверное, даже еще меньше удастся. Заполняем буквами В и В. Каким образом? Давайте смотреть. Если ситуация 0-0, и мы должны в этой ситуации сделать ход, значит, наш противник только что выиграл, а, собственно, от нас уже никто ничего не ждет. Все, мы уже проиграем. Дальше. Если ситуация, скажем, 1-0, мы можем сделать ход и выиграть. То есть, одну букву В я уже поставил, букву П я уже поставил. Конечно, большинство полей будут выигрышные. Напоминаю, по какому принципу устроены выигрышные и проигрышные поля. Если с некоторого поля можно пойти только на выигрышные, то это означает, что как ни хоти, а противник может выиграть. И, соответственно, такое поле называется проигрышное. Если же с некоторого поля можно пойти на проигрышное, это значит, что мы можем сделать такой ход, что наш противник проиграет. Это называется выигрышное поле. А можно еще раз проверить? Правильно. Либо поровну из обеих кучек, либо из какой-нибудь кучки хотя бы один кучек. Можно все, можно меньше, но хотя бы один из какой-то кучки надо взять. Все, кроме 0-0, точки, в которых одно из полей 0, можно просто все заполнить. Например, 11-0, можно просто все взять из этой кучки и все. А, да, это правда. Действительно, над проигрышным полем все поля являются, конечно же, выигрышными. Потому что, если у нас в одной кучке 0, то, разумеется, за один ход мы можем все взять из второй кучки и тем самым выиграть. Да, да, это, конечно, абсолютная правда. Ну и для грезандали то же самое. И для грезандали то же самое, замечательно. И для диагонали, просто поровну из обеих кучек. Давай, отлично. Дальше надо делать ровно то, что вы сейчас сказали. Букву П мы будем писать плюсикой, а В будем писать плюсикой. А плюс-минус нет, да? Не надо. Минус от плюсы трудно отличать. А вот В, она хорошо отличается от знака. Все. Идем и ставим по вертикали все плюсы. Это все понимают, да? И по диагонали. Да. И по диагонали. Теперь надо взять розовый мел на столице. Написать куда-то. Вот сюда. Да. И в симметричную. Да. Вы нашли две пророчные позиции. Вот так. А по диагонали? Ну и по диагонали, соответственно. А почему это 100% выигрыш? А потому что если мы можем взять один один из каждой кучки, если 2 и 3, и у нас противник не сможет победить. И, соответственно, еще вот так вот. Это надборочная позиция. Заметьте. Очень много МФП и огромное количество пучков. Да, да, это зависит. Поверьте, я тогда сразу все оставшиеся поставить. То есть положено не закономерно. Да. И вот и интересный вопрос. Что это за закономерность? И теперь нужно анализировать результаты вашей работы. Первое, что хочется. Хочется научиться обходиться без вашей работы. Потому что видно, что если мы захотим двигаться дальше, то при этом методе нам нужно рисовать доску сумасшедших размеров. Вы, конечно, скажете, что у меня вот эта доска маленькая. Но, слушайте, представьте себе огромную университетскую доску. Как вы считаете, этим методом мы в ней сможем дойти примерно до 100? Нет. Нет. Нет, конечно. Даже на очень большой доске с сотней будет таким методом практически невозможно. Ну, а с тысячей вообще невозможно. Надо, на самом деле, в каком-то более простом виде записать результаты нашего труда. Ну, во-первых, так наглядно. Чувствуется, что эти пэшки расположены вдоль двух прямых. Правда? Да. Вот. Ну, естественно, симметричных. Почему симметричных? Потому что, если у нас есть кучка 10-6, то... А, стоп, извините. Извините, у меня ошибка. Да, пожалуйста, исправьте свою ошибку. Дальше. Почему? Потому что так. Да, совершенно верно. Там ничего нет. Ничего страшного. Первая точка 2-1. Да? Вот она. 2-1. Отлично. 2-1. Дальше что? Следующая. 5-3. 5-3. Замечательно. Следующая. 7-4. 7-4. 7-4. Дальше. 10-6. 10-6. 10-6. 13-8. 13-8. 13-8. Дальше. 15-9. Сколько? 15-9. 15-9. 15-9. Дальше. 15-9. 15-9. Дальше. 15-9. 15-9. 15-9. 15-9. 16-9. 13-9. 15-9. Абсолютно верно. Другими словами, разность вот этих чисел равна этому. Давайте подумаем, почему. На самом деле, очень легко объяснить. Когда вы начинали, то вы поставили букву P на главную диагна, там, где X равно Y. И заполнили ее всю плюсик. Так? Да. После этого вы заполнили две диагонали, которые рядом. После этого вы перешли на следующую. Ребята, у нас же ведь все время идет такая картинка. У нас заполнена какая-то вертикальная полоса, и может быть еще несколько, да? Заполнена горизонтальная полоса, и может быть несколько горизонтальных. И заполнена такая вот полоса косая. Правильно? И на следующем этапе мы, так сказать, на единичку расширяем вот эту самую косую полосу. Поняли? То есть у нас всегда разность вот этих чисел равна номеру этой строчки. Замечательно, это нам очень пригодилось. А теперь еще очень важная вещь. Смотрите, пожалуйста. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Догадайтесь, что будет здесь. Одиннадцать. Одиннадцать, совершенно верно. А здесь? Нет. Восемнадцать. То есть смотрите, смотрите, каким образом строится эта таблица. Мы, вот давайте этот столбец затянулись на другую, потому что понятно, что здесь будет Н, здесь будет БН, здесь будет АН. АН плюс первое, это наименьшее число, которое еще не было написано. То есть у нас каждый раз прибавляется вот этот номер. Одиннадцать плюс семь, семнадцать, девять плюс шесть. АН, это наименьшее число, которое не встретилось среди ранее имеющихся Ашки и Бшки. Так? Давайте поймем, какой это имеет смысл в нашей таблице. Смотрите. Что такое Ашки и Бшки? Это вообще-то номера вычеркнутых столбцов и строчек. Понятно? Ведь у нас есть АН и БН, то есть БН, аН тоже. Симметрично. Поэтому это просто номера вычеркнутых столбцов. Вот если у нас вычеркнутые вот такие столбцы, то остальные столбцы не вычеркнутые. Ну и логично, что надо брать в не вычеркнутом столбце, правда? В наименьшем по номеру. Вот. Ну и у нас, поскольку каждый раз заполняется ровно одна диагональ очередная, то вот выполняется такое замечательное соотношение. В принципе, пользуясь этим правилом, совершенно не проблема продолжать заполнять. То есть вот таблицу уже тяжело дальше, а по нашему правилу заполнять ровно. Давайте это сейчас и сделаем, потому что это несложно, и нам это на самом деле еще потребуется. Так, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, и мне даем. Господа, будьте добры, пожалуйста, сделайте все и потихонечку идите так. Вот давайте. Число 12 у нас было где-нибудь? Нет, 12. Не было. Поэтому 12 надо писать, а сюда писать 20. Дальше. 13 было и 14. Сюда, да? Да. Сюда 23. Дальше. 15 было и 16. 16. 16. 16 и? 26. 26. Не было 17. Не было 17. Дальше. 18 было, 19 и не было. 31. 20 было, 21 не было. 21 не было. Даже 10 из 4. Дальше. 22 не было. 24. 23 было, 24 и 37. 25. 25. 25 не было. Значит, это будет 40. 27. 26. 27. 27. И здесь. 44. 44. Ну, господа, видно, что если бы мне надо было до сотни, то я бы быстро-быстро прямо на этот кастик написал, правильно? Да. Вопрос. Тут нет никакой, то есть, условно, каждые два промежуток два, через три промежуток нет? Нет. Вот это интересно. Конечно, эта последовательность выглядит в некотором смысле, конечно, правильно устроенной. То есть, здесь, действительно, расстояние между вот этими числами, вот здесь, вот смотрите, два, два, один, два, два, три, как интересно, два, два. Ну, понимаете, все-таки слишком большие не бывают, правда? Ну да. Слишком большие расстояния не бывают, но с другой стороны, вот так вот прямо какой-то периодичности не видно. Давайте я расскажу историю, как я узнал об этой задаче. Чуть больше двадцати лет назад Игорь Федорович Акульич, он живет в Минске, автор большого количества очень интересных задач, причем в основном для старших школьников, для маленьких, что намного труднее придумать. Так вот, совершенно замечательный, очень такой светлый человек. Он работает инженером, но, что называется, творчество его одно в том, чтобы придумывать странные задачи. То есть очень часто у него условия такое, что никогда не догадались, что это вообще можно было такое придумать. Так вот, он стал пользователем компьютера, который по тем временам был очень мощным. Это был такой пентиум. Тогда компьютеры были намного менее мощные, чем сейчас, но вот Акульич смог работать на пентиуме. Это было такое замечание. И открыл несколько замечательных закономерностей, а именно эти штуки. И про них написал статью в «Кванте» под названием «Ум хорошо, а пентиум лучше». Я тогда довольно много всего делал для журнала «Кванты», но вот именно эта статья прошла мимо меня. Иначе я не сразу что-то вмешался и как-то начал пообсуждать с автором, она выглядела совершенно по-другому. Но это и хорошо, что она прошла мимо меня, потому что он сформулировал три гипотезы, в том числе про это, и еще у него была задача такая. Выпишем натуральный ряд подряд. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте зачеркивать каждое второе. Зачеркиваем. А теперь, представьте, что они полностью убранные, вычеркиваем и так далее. Зачеркиваем каждое третье из оставшихся. Один, три, пять, семь, девять, одиннадцать, тринадцать, пятнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать три. А теперь каждое четвертое из оставшихся. Девять, тринадцать, пятнадцать, девятнадцать, двадцать один. А теперь каждое пятое из оставшихся. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и так далее. А теперь каждое шестое. Раз, два, три, четыре. В результате так можно сделать совсем натуральный гляд. И какие-то числа окажутся не вычинуты. Один, три, семь, тринадцать, девятнадцать. Простые? Нет, нет. Конечно, решето эртосфена, которое дает на простые числа, устроено по хуже, но в решете эртосфена нет этого эффекта, что зачеркнутое число было выбрасано. Как оно устроено? Мы зачеркиваем, скажем, все черные, кроме двойки, потом зачеркиваем все делящиеся на три, кроме тройки, потом все делящиеся на пять, кроме пятерки. Понятно, да? То есть берем очередное, оставшееся не вычеркнутое число и зачеркиваем все, которые на него делились, а его оставляем. Так устроено решето эртосфена. А здесь нет, здесь зачеркнутое число исчезает и при счете, и вот. В общем, получается последовательность. И он задал простой вопрос. Энный член этой последовательности, как соотносится с числом н? И выяснилось, что ответ поражается через ПИД. Он был абсолютно ошаршен. Совершенно не понял, почему. Но вот такую дипотезу с Румлевым. Ее мне удалось доказать. И в статье, которая через несколько месяцев была опубликована после его статьи, и которая называлась «Пендиум хорошо, а он лучше». Естественно, он был правом лучше, потому что удалось решить все три его гипотезы. Понятно, да? Вот. Было доказано. И еще одна гипотеза была им там сформулирована. Тоже очень красиво. Давайте возьмем слово из букв А и Б. Слово из букв А и Б. Например, в длине 5. Продиктуйте мне буквы А и Б, чтобы всего 5 штук. Давайте. А, дальше. Б. Что? Б. Б, дальше. БА. БА. Отлично. Докладываю. Это палиндром. Это просто палиндром. А, Б, Б, А, Б. А, Б, А, Б. Это два палиндрома. Вот докладываю. Любое слово из 5 букв. Это или просто палиндром. Или 2 букв. Из букв А и Б. А колледж спросил. Господа, давайте берем слово из n букв. Какого количества палиндромов хватит, чтобы это слово разрезать? Вот скажем, для 6 букв можно придумать слово, которое не разрезается на 2 палиндрома. Посмотрите, пожалуйста. Это на 2 палиндрома можно разбить? Да. Как? А, на 2. Не на 3, а на 2. Нет. На 3 довольно легко. АА, БАБ и В. АА, БАБ и В. Или даже по-другому. А, АБА, ББ. Ну, не важно. Но на 3 можно. А вот на 2 нельзя. И он задал вопрос, а, собственно, на какое количество палиндромов гарантированно можно, ну, на это или на меньшее количество, можно разбить любое слово из n букв, айб. До ответа он догадался. Доказать его не смог. Ну, точнее, он так почти догадался до ответа. А дальше была замечательная история. Я совсем догадался до ответа, то есть сформулировал правильный ответ. И вообще-то... Но я не доказал. И через примерно 2 года, может быть, 3, украинский математик Равский напечатал, уже не в кванте, а в другом математическом журнале, статью, где доказал. Изум? Да. А это было после опубликованного в кванте? Нет, в кванте нет. В кванте этого потом не было. Потому что статья Равского, она довольно тяжелая. Она хотела по размеру всего лишь одна страничка, но она очень такая трудная и, в общем, в кванте не принято эти вещи публиковать. Но Равский дорешал задачу эту Акульча до конца. То есть вот я решил, что называется, 2 с небольшим, скажем так, задача, а вот он третью решил, она оказалась тяжелее первого двух существенно. В общем, в результате все 3 задачи Акульча были решены. Ребята, прелесть в чем? Вот эта задача выяснилась, что была известна в середине 19 века. Был такой физик, лорд Рейли, и у него в книжке по физике это все рассказано. У Рейли это было совсем другое достижение, но выяснилось, что в середине 19 века вот этот сюжет, вот не эти два, а вот этот сюжет был уже известен. И он действительно безумно красивый. Несколько раз он потом разными математиками был переоткрыт, и каждый из них тоже был в абсолютном восторге, что вот он такое придумал. Ну и, соответственно, вот такой учебный, в очередной раз он открыл этот век. Ребята, оказывается, можно написать явную формулу для последовательности АНН, и можно написать явную формулу для последовательности БНН. Скажите, пожалуйста, как могла бы в принципе выглядеть формула? Ну, формула зовут от Н, правильно? То есть АНН равно какому-то выражению от Н? Какому? Скорее линейную функцию. Конечно, линейную. Там же идет вновь прямой. И примерно на одну и ту же величину все время увеличивается, да? Замечательно. А как пишем скорее линейную функцию? Ну, это Н надо на что-то умножить, так? На сколько умножить? Ну, что-то не видно, чтобы на 2. Смотрите, вот когда Н умножаешь на 2, получаешь числа 2, 4, 6, похоже, 10. Нет, это медленнее растет. Надо умножить на что-то меньше, чем 2. Скажите, а когда умножаешь на что-то меньше, чем 2, число Н, всегда получается целое число? Нет. Нет. Значит, что надо сделать? Надо не просто умножить на что-то, а еще? Взять целую часть. Взять целую часть. Отлично. Так это и есть правильная ответственность. То есть, прелесть состоит в том, что это и есть правильная ответственность. А Н-ное – это есть целая часть Альфа. Альфа плюс 1 умножить на Н, и от этого целую часть. Очевидно? Значит, если мы придумаем Альфа, которая служит АН, то прибавив к нему единичку, вы получите число, которое служит АН. Отлично. Теперь вопрос. Какое есть соотношение на числа Альфа и Альфа плюс 1? А очень простое. Вот когда вы берете отрезок чисел от одного до какого-то числа К. Вы понимаете, что часть из них – это Ашки, а часть – Бшки. Так? Скажите, пожалуйста, каким свойством обладает Ашка с максимальным номером, которое здесь будет? Ну, я не знаю, больше или меньше будет Бшка с максимальным… Встречается, например, встречается. Нет, встречается-встречается. Я понимаю. Я о том, что вот эта вот самая Ашка наша – это целая часть Альфа Альфа должна быть не больше, чем К. Согласны? Ну, да. Ну и при этом достаточно близко. То есть вот, ну, замечательно. А что значит целая часть не больше? Это значит, что Альфа-Н меньше, чем К плюс 1. Так, ребята, мы получаем абсолютно понятную вещь. Мы получаем, что число Н – это просто-напросто более или менее одна Альфовая от К плюс 1. Согласны? Примерно одна Альфовая часть от числа К плюс 1. Отлично. А вы понимаете, что с Бшкой будет то же самое? В М – значит, там у нас Альфа плюс 1 умножить на М целая часть не больше, чем К. Это значит, что Альфа плюс 1 умножить на М меньше, чем К плюс 1. Это значит, что М меньше, чем К плюс 1 делить на Альфа плюс 1. Ну и достаточно близко должно быть к этому числу. Господа, при больших К, вот это самое достаточно близко, нас не будет сильно волновать, потому что, ну, тут будут какие-то миллиарды и миллиарды, а тут будет какие-то 1-2-3 числа, да? И вот, и поэтому мы понимаем простую вещь. Н – это одна Альфовая часть, а М – это одна Альфа плюс первая часть. Но вместе Н плюс Н – это как раз К. Согласны? Значит, какое получается уравнение на Альфа? Одна Альфа плюс 1 Альфа плюс первая – это единица. Если есть, поймите лак, расскажите. Одна Альфа плюс 1 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 Альфа would stars. Маленькие проблемы. Смотрите на них. Меньшая половина сказали, что знают, что вы дискриминанты. Куда вы попали? Еще раз. Пишите, пишите. Равно пяти. Ну, наверное, что только положить? Да. Нам нужно только положить, но больше никогда. Так вот, это хорошо. Но вы-то попали туда, где не знают, что вы дискриминанты. Что делать с ними? Выделять полный квадрат. Еще раз. Для тех, кто просто помнит наизусть форму в режиме квадратного уравнения, Даша все рассказала и, чтобы они все поняли. А для тех, кто не помнит форму, выделяйте полный квадрат. Альфа квадрат. Молодец. Дальше. Минус альфа. Минус альфа. Да-да-да, минус два, если угодно. Даже так лучше. Два альфа умножить на одну вторую программу. Да. Дальше. Да, плюс одна четвертая. И чему этому равняться? С молодости альфа квадрат минус альфа равнялась единице. А когда еще одну четвертую прибавили, чему стало равняться? Минус. Альфа квадрат минус альфа равнялась единице. Равнялась единице. Замечательно. Значит, как же оно записывается? Альфа минус одна вторая в квадрате. Это, да, пять четвертая. Значит, альфа минус одно вторая равно? Альфа минус одно вторая равно? Альфа минус. Корень извините? Все? Все, Фабида? Спасибо большое. Господа, а вы понимаете, какую потрясающую формулу мы нашли? Правда, мы ее пока не доказали. То есть, есть проблема, что мы сказали, что если формула вот такая, то тогда альфа равняется 1 плюс квадрат 5 пополам. Но мы не доказали, что такая формула есть. Сейчас мы это докажем. Но, в принципе, согласитесь, что, во-первых, в это хочется верить, а во-вторых, давайте поймем, значит, итак, ответ какой? Альфа – это золотое сечение. Золотое сечение – это отношение длины, диагонали правильного пятиугольника к длине стороны. Альфа – это единица плюс квадрат 5 пополам. И вот она формула. Вот АМ, вот БМ. Господа, сейчас нужно доказать эту форму. При этом мы сразу докажем ее не для конкретно вот такого числа альфа, а в общем случае. Я сформулирую теорему. Она совершенно замечательная. Доказательство короткое. Очень, то есть, просто прекрасная теорема. Действительно, очень красивая. Я представляю, что ее много раз разные люди переоткрывали. Единственное, кто автор статьи? Догадайтесь. Да, я, но. Под каким псевдонимом? У меня, понимаете, довольно много было статьи под псевдонимом. Ба-ба. Да, совершенно верно. Ребята, дело в том, что ответом самым плохо разлагаемым словом на полиндромы является такое. А. 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 Б. Б. Ба-ба-ба-ба. Сейчас. Ба-а-ба. И вот это вот дальше повторяем много раз. Оказывается, что это хуже всего раскладывается из всех слов, из букв А и Б, хуже всех раскладывается на полиндромы. Вот я это понял, но не сумел доказать. Графский это сумел доказать. И, соответственно, статья в кванте, она в качестве автора имеет Ааба Аббовича Баабабова. Вот это я. И, соответственно, искать надо ее под таким автором. Так, теперь теорема. Если альфа больше единицы, альфа число инфрациональное, одна альфа В плюс одна В это единица, то в последовательности АН это целая часть альфа Н, и ВН это целая часть ВН, однократно покрывают натуральный ряд. То есть любое натуральное число, это А или В, причем никакое число не является одновременно А или В. Утверждение феории понятно? Да, 100 байдов у нас к чему? Как к чему? К формуле нашей. А, ну-ка, это все. То есть, как только мы эту теорему докажем, то дальше мы просто скажем, в качестве альфа возьмите золотое сечение, в качестве бета золотое сечение плюс один. Понятно, да? И в таком случае, вот по этой теореме все будет хорошо. Я вам сейчас расскажу длинное решение. Длинное решение, потом будет коротко нибудь. Длинное решение так, а фактически нужно доказать, что никакое число не является А-шкой и В-шкой, В-шкой и В-шкой, А-шкой и В-шкой. И что любое число является хотя бы или А-шкой, или В-шкой. Так? Согласили вы, что очевидно никакое число не является А-шкой и В-шкой. Просто потому, что А-шка больше не является. Поймите, мы идем шагами, которые длиннее, чем один. Можем мы на отрезке длины один два раза остановиться? Очевидно, нет, да? Значит, А-шкой и А-шкой никакое число не будет. Так? И В-шкой и В-шкой по этой же причине, то есть В-шкой больше не является. Значит, сейчас вы должны привести к противоречию следующее два случая. Один случай. А-шка, В-шка равна одному и тому же числу. Понятна ситуация? Вот это получить отсюда противоречие. Как-нибудь. И другой случай. Представьте себе, что А-м-е у нас будет меньше, чем К. А-м плюс первое будет больше. И поняли идеи, да? Какое-то число окажется и между А-шками, и между В-шками. Какое-то натуральное число. Тогда это число не будет ни А-шкой, ни В-шкой. Если вы разберете оба случая, докажете, что это не бывает, и докажете, что это не бывает, то на этом все. Задача будет решена. Так? Ну, давайте сначала вот то, что нам право достигло. Просто аккуратно выпишем, собственно говоря, что означает, что А-м-е равно К. Да, все правильно. Да. А-б-н равно К. А теперь внимание. Можно же это записать без всяких целых частей. То есть, посмотрите, что значит, что целая часть числа это К. Альфа и рациональные. Это значит, что К меньше, чем А-м-м, а это меньше, чем К плюс один. А здесь К меньше, чем А-м-м и меньше, чем К плюс один. Заветьте, уже никаких целых частей нет. Уже просто какие-то неравенства. Вот. Теперь нужно противоречие получить. Как? Посмотрите на левую доску. Что вы реально знаете о числах А-и-бетра? Про одну А-у и одну Б-етру. Так? Значит, вы должны эти неравенства переписывать про одну А-у и одну Б-етру. Неравенство четыре штуки. К меньше, чем А-м, А-м меньше, чем К плюс один. Понимаете, да? Четыре штуки. Каждый раз надо писать ну, вверху про одну А-у и вверху про одну Б-етру. Пишите. Поделитесь это все на А-у. Ну, смотрите, вот у вас неравенство. К меньше, чем А-м. Как его переписать про одну А-у? Нет, одна А-у-э все. Одна А-а-у-э что? Одна А-а-у-э все. Это будет К делить на А-м. Единица делить на А-а больше чего? Даша, посмотрите. К меньше, чем А-а-м. Так? Поделите его обе части на А-а. К делить на А-а меньше М. Значит, одна А-а-у-э меньше чего? Меньше чего? Конечно. Нет, одна А-а-у-э меньше. Меньше. Чем Л-э поделить на К. Ура! И больше чего? Да. Даром пишем. Если не понимаете, то спрашиваем. Меньше. Да. Отлично. А теперь складывать почти. М- плюс. Лучше, чем Лиция. Да, конечно, есть Лиция. Лучше, чем М- плюс. Да. Делить, что-то? Отлично. И что? Как по-человечески записывать с первой нерависти? m плюс n делить на k плюс 1 меньше единицы. Что это означает? Это означает, что m плюс n меньше, чем k плюс 1. Пишите. m плюс n меньше, чем k плюс 1. Отлично. А вторая неравистика что означает? k меньше, чем k плюс 1. Пишите. k меньше, чем m плюс n. У нас m и n натуральные числа. Да. Тоже натуральное число. Потому что получается, что между числом k и числом k плюс 1. Это должно быть 2 натуральные числа. Почему-то 1, m плюс n. Да, m плюс n. Между k и k плюс 1, строго между, оказалось число m плюс n. Такого не бывает. Так, господа, поняли? Поняли? Вот сейчас надо в том же духе налево кислородам. Вот предположим, что вот так получилось. Что это будет означать? Что значит? Альф м наименьше, чем k. Альф м наименьше. Как вы наименьше. Ну, видите, целая часть числа меньше, чем «к». Это означает, что само число меньше, чем «к». Вот и всё. «К» – целая. «Неужели бы сказать, что это «к»?» Всё. Так. Подальше отступите. Второе неравенство. Что значит «к» меньше, чем та целая часть? Значит, «к» плюс один… Больше, чем? Нет, почему? «К» плюс один меньше. То есть «к» меньше, чем целая часть. Значит, «к» плюс один меньше, чем «к» умножить на «к» плюс один. Согласны? «К» – это целое число. «Целая часть» – это целое число. Когда у вас есть два целых числа, они не могут там на одну десятую подходить. Целые числа расположены хотя бы на единицу. Значит, «к» плюс один меньше. «Альфа» и рациональная, поэтому граммку не можем. Так. Отлично. Работаем дальше. Теперь мы перейдём к «Альфа». Одна «Альфа» больше, чем «Мк». «Альфа» идёт знаменателем. «Альфа» и «Мк». То есть все аккуратно очень делятся, только что поднимем. Одна «БТВ». «Альфа» и «Мк». «Да, конечно». «Тут у нас «Альфа». «Да, да, всё правильно». «Альфа» и «Мк». «Замечательно. Подобед сложить. Получить единица больше. «Мк» и «Мк». «Мк» и «Мк». 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 «Мк плюс м плюс 2. «Мк». 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 И теперь это надо все переписать. Значит, левая генеральность — это просто k больше, чем m плюс n. Все понимают, да? k больше, чем m плюс n. Отлично. А правая? Да. Следовательно. А вон и без k плюс 1. Единичку вычисли. Тогда k меньше, чем m плюс n плюс 1. Смотрите, господа. Теперь число k. Вы видели? Заключено между m плюс n и m плюс n плюс 1. А такого не бывает. Победа? Все, спасибо большое. Все сделаем. Это было что-то педагогически нужное, просто чтобы поработать с целыми частями, с неравенством. Но математически совершенно не нужно сказать. Есть доказательства гораздо более короткое. И давайте его сейчас разберем. Идея такая. Нам себе вопрос. Есть последовательность. а, n – это целая часть числа альфа-n. Сколько членов этой последовательности лежат на отрезке от одного до k? Есть числа а, 1, 2 и так далее. Это все альфа на отрезке от одного до неравного числа k. Как узнать, сколько их? Это очень просто. Надо сказать, что целая часть альфа-n должна быть не больше, чем k. Согласны? Отлично. А что значит? Целая часть числа не больше, чем k. Это означает, что само число меньше, чем k плюс 1. Так? А что это означает? n меньше, чем k плюс 1 разделить на альфа. Сколько таких натуральных чисел? Понятно, сколько. Самое большое из них – это целая часть. А всего их в точности целая часть k плюс 1 разделить на альфа. И вот столько штук. Вот столько штук. Максимальное значение n – это целая часть. Понятно? Точно? Хорошо. А с точками как? Вообще-то так же. Как же найти сумму этих целых частей? Внимание! Если мы знаем, что 1 альфа-b плюс 1b – это единица. Ответ. А вот есть такая тужность. Если написать 1 альфа-b плюс 1b – это единица. Согласны? Разум. А теперь внимание. У нас есть два числа. Альфа и b были иррациональные, поэтому это не целые числа. В сумме они дают k плюс 1. Что такое взятие целой части? Это чуть-чуть число уменьшаем, отрезаем все, что после запятой. А? Получится k. Потому что их дробные части в сумме дают единицы. Значит, если я напишу целые части, напишу здесь плюс, то это будет k. На отрезке от единицы до k а-шек и b-шек вместе в точности k штук. Смотрите, какая прелесть. Вот у меня есть числа от 1 до k. Их здесь ровно k штук а-шек и b-шек. Но если я возьму числа от 1 до k минус 1, то их будет соответственно k минус 1. А значит число k это а-шка или b-шка, причем однократно. Не может быть, что и а-шка, и b-шка. Поняли? Если я посчитал на любом отрезке от 1 до k сколько чисел, то автоматически, если у меня получился ответ k, получается, что каждое число это а-шка или b-шка, причем 0. Натуральный ряд однократно покрыт этими двумя последовательностями. Доказал? Доказал. Так, ребята, давайте... Во-первых, это великое диарема, замечательное. Еще раз я скажу, что у этой диаремы есть очень красивое, другое доказательство, которое я сейчас не буду рассказывать, потому что это нас немножко завело в сторону. Потому что там есть просто свои красоты, и про них что-то захочется рассказать, и тогда я сегодняшнюю тему вообще никогда не закончу. Давайте я просто в два слова скажу как можно другому это рассказывать. Берем любую прямую, не проходящую через узлы кроме нуля. То есть прямую, у которой угловой коэффициент и рациональное число. Да? И дальше говорим следующее. Есть вертикальные прямые, заданные уравнением x равно нейтральное число. И есть горизонтальные прямые, заданные уравнением y равно число. Так? А дальше замечательная идея. Давайте, когда мы будем пересекаться с вертикалью, будем писать одну руку. А когда будем пересекаться с горизонталью, будем писать другую руку. Вы понимаете, что тогда, когда мы идем вот здесь, у нас будет последовательность букв. Вот. Такая и будет то самое слово. На таком языке тоже можно все рассказать и доказать теорему и так далее, и так далее. Сейчас я повторяю, за мной это, я не буду это рассказывать, просто ради экономии времени, иначе я просто не успею. А остался очень красивый кусок. Очень красивый кусок. Но по поводу этого кускачика есть одна вещь, которую я не могу удержаться от того, чтобы не рассказать. Сейчас оставим табличку. Здесь будет N. Здесь у меня будет написано A и N. Здесь будет написано B и N. И, смотрите, условие будет такое. Числа A и B однократно покрывают натуральный ряд. И при этом B N это A N плюс 2N. Задача выписать эту табличку и составить явную формулу для этих самых A и B. А, напоминаю, что A N, это наименьшее натуральное число, которое еще не выписано. А? Вы стримируете? 3, 4, 5? 3, 4, 5. Из каких у нас тут? Скольки надо, пока за скольки не получится. 1? 1, конечно. 1, 2. Нет, не 2. 3. Не 2, а 1000. Да. Должна прибавлять 2. Да. Это у нас 6. 2, да. Да. Это у нас будет 3, 4. 4, нормально, напишите. Прибавлять надо сейчас 6. Да. Это у нас 5. Да. 2 х плюс 5, 13. Да, отлично. 7. 14 плюс 9, 23. Видно, что так до бесконечности можно, конечно, выписать. Давайте просто напишем это соотношение. Что у нас сейчас? Какое уравнение? 1 альфа-вая плюс 1 бета-вая, это единица. Бета-это альфа плюс 2. Вот она система. Блин. Оказывается, альфа-это будет из 2. Вы представляете? Оказывается, любое натуральное число, это или целая часть n корней из 2, или целая часть n умножить на 2. Альфа-это плюс 2 плюс 2. Альфа-это. Совершенно неожиданная вещь. Совершенно неожиданная вещь. Оказывается, это так. Вы понимаете, совершенно неожиданная штука. Но на этот так. На этот так. Любое число или получается как целая часть n корней из 2, или как целая часть n корней из 2 плюс 2. Ну все. Пожалуй, про это больше не буду сегодня. Про это больше не буду. И сейчас тут бывает, пожалуй, самая интересная часть нашей сегодняшней работы. Господа, давайте забудем про интеллинациональности и вспомним, какая у нас была табличка. Видите? Вот у нас была табличка для этих чисел. Мы, да, молодцы, написали явную формулу с использованием золотого сечения. Все замечательно. Все замечательно. А вот теперь представьте себе, что мы должны объяснить явную формулу человеку, который не знает, что такое корень из 5, и что мужик не хочет из 5. То есть нужно найти какой-то способ разобраться с этими самыми ашками и бэшками, не используя явную формулу, не используя иррациональные числа. Оказывается, это тоже можно сделать. И ответ получается совершенно замечательный. Даже я знаю два таких ответа. Один ответ получается, если выписывать слово Фибоначчи. Другой ответ получается, если пользоваться Фибоначчиевой системой числений. Сначала давайте я поговорю о том, что такое слово Фибоначчи. Пусть у нас есть такое правило. Начнем с буквы А. И будем применять это правило, каждый раз переходя на новую строчку. А. А, Б. А, Б, А. Понимаете, да? Из Б шпи получилось А, из А получилось АБ. Теперь опять. Из А. А, из Б получается АБ. Из А получается АВ. Следующее. Из А получается АБ. Из Б получается А. Из А получается АБ, из А получается АБ, из Б получается А. Вы понимаете, что так можно до бесконечности? Оказывается, если приглядеться, каждое следующее слово получается следующим образом. Надо переписать предыдущее и написать рядом с ним предпредыдущее. Принцип образования чисел Фибоначчи. Соответственно, длина каждого очередного слова – это число Фибоначчи. В принципе, для того, чтобы последовательность получилась в точности последовательности Фибоначчи, иногда делают так. Иногда на букву А пишут букву В. И тогда получается 1, 1, 2, 3 в точности, в точности последовательности Фибоначчи. Но тогда не будет вот этого правила, что каждое следующее слово является началом. Каждое следующее содержит предыдущее в кости начало. Поэтому я не написал букву В. Хотя, в принципе, можно представлять, что тут В, а над ним пустое слово. И так далее. И так далее, и так далее. Так, так что... Не, не, все-таки... Можно представлять, что здесь В, но нам это не надо. Нам лучше так. Почему это так? Посмотрите. Вот пусть у меня такая картинка уже есть. Тогда что получается из вот этого овала? Мы знаем. Из овала получается овал и вот этот прямоугольник. Итак, а что получается из прямоугольника? А из прямоугольника получается овал. Отмечательно. И смотрите опять. Вот это слово в качестве начала имеет овал с прямоугольником, а конец это вот. Согласились? Согласились. Молодцы. Таким образом, в принципе, можно представить себе слово, началами которого являются вот все эти слова. И оно будет бесконечно длинное вправо. И давайте пусть АН-ное – это будет номер его Н-ной буквы А. А БН-ное – это номер его Н-ной буквы В. Потрясающе. Но это в точности и есть вот эти вот штуки. Давайте посмотрим. Ну, для этого давайте еще следующее слово выпишем. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12. Поняли? Все. Оказывается, вот эта последовательность обладает замечательным свойством. Номера букв А в слове Фибоначчи. Ну, а последовательность больших – это, соответственно, номера букв Б. Что для этого надо доказывать? Когда у нас есть правильный ряд, 1, 2, 3 и так далее, то на любом месте стоит или буква А, или буква Б, так? Ну, да. Это не проблема. Поэтому на самом деле нужно доказать вот это вот замечательное равенство, что АН-ное плюс Н равняется БН. Только уже не для выигрышных, проигрышных позиций, а это равенство надо доказать в случае, когда АН-ное – это номер Н-ной буквы А. Ну, и БН-ное – это номер Н-ной буквы Б. Что такое БН-ное? Это АН-ное плюс Н. Это номер Н-ной буквы Б. Согласны? Да. Замечательно. А теперь внимание. У каждой буквы есть ровно одна, из которой она появилась. Вспомните, пожалуйста, как появилась вот эта буква А. Она из А появилась. У каждой буквы точно известно. Согласны? Откуда она появилась? Откуда появилась Н-ная буква Б? Из А. Буква Б появляется из А, а Н-ная буква Б – из Н-ной буквы А. Согласны? Ну, да. Значит, если у меня есть на Н-ном, вот буква номер Н, Н-ная буква Б, она расположена на номере БН, так? Всего до этого места, всех А, Ашек и Бшек, БН-ная штука. Из какой буквы она появилась? Из буквы А. А сколько букв было здесь? Она появилась из Н-ной буквы А. Потому что, смотрите, вот первая буква Б появилась из первой буквы А, вторая буква Б – из вторая Б, третья буква Б – из третьей, Н-ная буква из Н. Значит, сколько всего здесь было букв? Если здесь стоит Н-ная буква А. Ну, так уж Н. Нет, конечно. Н-ну. Букв А. А всего сколько? А-н-ная. А-н-ная, конечно. Итак, было слово длины А-н-ная. Каждую букву А заменили на А-Б, каждую букву Б заменили на А, получили слово В-н-ная. Дело в том, что каждая буква Б превратилась в одну букву А. Когда вы делаете преобразование с буквой Б, количество букв не меняется. А каждая буква А превратилась в две. То есть дала одну лишнюю. Поэтому Н-букв А каждое дали по лишней букве. Вот это и есть те самые возникшие лишние Н-буквы. А-н-на. Бухгы. А-н-на. А-н-на. А-н-на.